В администрации главы Чувашской Республики состоялась встреча с финалистами и полуфиналистами ежегодного всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Речь шла о возможном сотрудничестве при подготовке и организации местных конкурсов. Обсудили формат взаимодействия сторон в организации двух республиканских конкурсов «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». Напомним, они проводятся в соответствии с указом временно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики Олега Николаева. Опыт, накопленный участниками федерального проекта, очень важен. Они призваны для того, чтобы привлечь таких же молодых лидеров, будущих лидеров, которые хотят быть управленцами, но еще не имеют достаточного опыта в этом, чтобы представлять серьезную управленческую команду. Но стремятся к этому в первую очередь, конечно, для молодежи. Планируется, что финалисты и полуфиналисты Всероссийского управленческого конкурса станут наставниками нынешних конкурсантов. Многие готовы поработать экспертами, модераторами и спикерами. Я так услышал, что там больше 50% студентов, верно? Да, соответственно, студенческую часть можно, скажем так, забрать под себя, в том плане, что мы будем для них наставниками. Уже поступило более полутора тысяч заявок. Эти люди станут участниками команды молодых лидеров. Регистрация на конкурс «Управленческая команда» пока продолжается до 15 мая. И на данный момент подано 239 заявок. Вячеслав Борисов выразил признательность финалистам и полуфиналистам конкурса «Лидеры России» за неравнодушие и готовность к сотрудничеству. Конкурс должен стать началом совместной работы на благо республики. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика.